давай назад а я наперёд о молодой человека у вас нет крышечки для кожи слушать и закончились в этом я все взяли во первых некой все у вас а бургер кинг какая разная кризиса мутерки все вот мы не можем поехать так если честно качнет что-нибудь вылиться и запачкали вас запачкать первую аккуратненько вот так где-то послении вы что там то точно ну вот лежащих полицейских на каждый я катаюсь я жрете нормально все никто еще ничего не жаловался и все в порядке стакан большого не вы не каждый день катаетесь с открытым кофе то сейчас у вас закончились только если за если крышка была до него проблем поедем не вы поймите меня под вы без кофе например да вот я не пью кофе ну и я я пью кофе он не 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 1 что нет ну я с этих раз я понимал что на красивый за бизнес я реально да вот именно из-за этого тоже я реально знаю миллион раскладов наперед которые возникнут минимум ваш трезвый ладно паскал под даты вылево понял что разольется с одной ножи едем и все чего напрягает а сумка скажите что тут немного разлито и так далее какой ним я не хочу слушать и ночью первый раз что ли с кофе я понимаю я рисковать не хочу вы вроде были серьезная организация ощущение как будто в какую-то деревню зашел то нельзя это нельзя смотрите у вас есть вариант можно вам еще стоя ехать или как не ну вы не у нее это самый нюкрируйте вас есть вариант либо вы пьете вас подожду кофе просто на улице либо я не знаю там где-то раздобыть крышку и ну я бы либо мужа и на размер стакана я понимаю но я тоже не залпового вы меня отбахнуть велико меня тоже поймите я тоже не готов рисковать и чтобы здесь все в кофе было вот мы прошли но из-за какой-то фигни будем так вот это для вас фигня я на эту тачку зарабатывал кровью потом и бессонными ночами они хотят тоже не бесплатно достался я понял вот выбирайте собственно говоря либо допивайте можем здесь постоять и да ладно ночью как в детском саду давайте хотя бы уже как-то не знаю но давайте бездавайте мы либо вы допьете или может у вас крышечка там какая-то есть но нет не было крыши нет была бы крышка я бы поехал с крышкой я понял что вы уперлись с рогами как козерог на новый год это вы уперлись я спокойно вообще друзья мои всем привет иногда я устаю от своей профессии таксиста и мне хочется побыть кем-то другим и я нашел потрясающую игру гранд мобайл где каждый из вас в том числе и я могу быть кем угодно на этот раз я хочу быть крутым бандюком и уже покупаю себе новый гелик играть можно с телефона поэтому это упрощает абсолютно все вы меня можете встретить в этой игре если вы перейдете по ссылке в закрепленном комментарии и присоединитесь к этой замечательной крутой невероятной игре гранд мобайл переходи по ссылке и играй удачи ну конечно я тоже спокоен вон вообще сама милота среди спокойно засидим и ждем я включу но подожду еще ожидания просто и вам будет этот кофе стоит там ну каких-то денег но он горячий тем более что и будущем я же говорю я включу ожидание вы можете пить его много оплатить ожиданием поселения это за ваш счет ожидания но кофе то я купил еще дальше нам оставлять его что точно не мои проблемы оставлять голове и проблемы но поедем время уже мало подожди есть так что ну подожди еще смотри вы либо дверь закройте либо заходите чего морозится то успокойся все в порядке ну так я понимаю дверь закройте тогда чтобы выгнал что тебе еще я не выгнал вас я попросил и сказал все выдохнули спокойно или уже знаете есть еще один момент у вас поездка за наличные поездка дальние 889 рублей когда дальние поездки я прошу денежку вперед заплатить чтобы не было недоразумения никаких процессе и чё это значит что должно сейчас на 1 заплатить что а зачем вы собираетесь платить за поездку естественно ну как я процесс когда платят да но если есть риски не получить деньги в конце то и поездка длина какие риски не знаю у нас сейчас сам самого начала не заладилось может вы меняешь что у меня нормально выйдете и уже делаете что я катаюсь на ваш организации не первый раз я понимаю у вас по дороге может угодно что один произойти ну что угодно не заряжите меня не платите все и чем делать что я должен не хотеть платить вам деньги если вы делаете свою я понимаю вот смотрите вот логично ну давай же будете платить в конце у вас есть такое намерение как бы приходишь в ресторан ты же платишь в конце не вначале это понятно что же можно взять тарелку сказать ребят я сейчас пойду и уйду да но я же не ухожу я оплачиваю тоже как-то нормально да у нас пройдет я понимаю но но киты скажем так кидалов в ресторане происходит в разы реже или вообще не происходит чем в такси и это статистика опираясь на нее я прошу вас заплатить мне вперед и все слушай меня первый раз такой такси попадает 789 рублей 800 сколько 889 рублей 889 рублей почему 800 у нас 890 889 рублей хорошо 889 рублей хорошо так 889 рублей это что вы дали 700 с вас еще сто восемьдесят девять рублей кофе штуку мы кофе оставили и что ну это я мог попить кофе вы мне не разрешили попить кофе чем мы дальше будем делать я кофе хотел попить по человечески у нас утром не на работу я хочу взбодриться я поэтому взял большой стакан вы сказали без крышки нельзя я минус 200 рублей кофе стоит как раз эту сумму 199 если что рубчик можете вычесть я вам сейчас накину сверху на чаю ну то есть да не не если не будете дают ну по чесноку а по чесноку хочу нет честно но вы меня честно ограбили на кофе я не грязный возвращаю я вам просто объяснил ситуации по моему аналогичные по моему тоже логичная ситуация что кофе я вез аккуратно я вам сказал что его не пробил это ваш я понял хорошо очень любит верить вам не верить него по моему все нормально руки не вопрос договорились все едем и хранить было 5 договорились в порядке и стегнет надо пристегиваться надо пристегиваться хорошо этот для вас не сложно почему это законное требование закона мы уважаем особенно за коду каменных джунглей все приехали у нас куда хочу приехали смысле нам еще три квартала ехать баранки где мы вообще сколько вы денег заплатить и монолит нет вы запомните сколько вы денег заплатить но мы же договорились все в порядке кофе вычели сумма получилось вы договорились сами с собой но я сказал хорошо потому что я вас не довез на ту сумму который вы мне какую сумму как договорились на здесь поездку закрою и привет возвращая деньги и вперед мы пойдем своим ходом уйдите ну хорошо деньги вернее пойдет что мы доехали эту часть нам на тех деньги когда какую часть а кофе кто взявил не знаю кто ну кто елена вселенная вселенная это все хорошо ты мне скажи чем это дальше делать мы с тобой договорили было я тебе деньги дал дал мы не всем про мы не договорились я сказал ну хорошо я не сказал хорошо я сказал ну хорошо и мы поехали и они я все я не поеду дальше либо доплачивайте мне такие бабки которые мне платили 189 рублей либо идите пешком я не знаю как вы будете действовать мне для мне без разницы давай доезжаем и все лучше это моя машина и мои хорошо мы-то работаем где в такси нет мы же в такси находим и а я работал тем более вот клиент что дальше всегда что не всегда это глупость из советского союза заняешься будь и про конечно ты приди в хороший ресторан тебе там чего скажут эти какие-то и нахер отсюда что могут ну значит не могут потому что в хорошем ресторане хорошее обслуживание задам все четко сделано то никаких претензий не будет мы приехали вовремя не совсем мы приехали по адресу вообще не совсем 189 рублей доплачиваете я поеду не давно не буду доплачивать мграя не могут ехать и любви ну бывает вот смотрите еще раз я хочу вот хронологию событий вам рассказать ну давай зале 100 питком горячим открытым который в процессе поездки мог а я тебе сказал что кофе не было крышки для кофе но если была бы я в один это не моя проблема но не моя проблема то отлично по правилам я же тебе сказал правилам аква я буду я где эти правила покрыли именовать кроме посмотрим отлично а где правило что я должен бесплатно вас везти чем бесплатный парадного выкинули папа еще раз еще вы могли стоять и вы сидите пить его время опаздываем у тебя есть ему телефон ну и чё ты предлагаешь и мы не разберемся ты же знака оформлял заказ откуда у меня его может номер бы посмотри блин ты же оформлял записывать так что записывать сейчас выйдем и запишу так и чего будем решать а ничего не будем решать ну что если вы ну что во что во что решает оплачивать ему поедем заплачивать и выходите здесь чем то есть мы делить будем да вот так вот что будем мудили да еще не знаем дети и они это снова пойдем не знаю не знаю этого слова значения про найдем сука так красиво послали не во первых со словами да да ты чувствуешь набор за да да видимо смотрим хорошо я вижу какую-то бот . у тебя приметно хорошо я понял ваш намек я про вас тоже все ну изложу в яндексе обязательно рам сейчас давайте хорошо 200 рублей до всего хорошего молодой чего хорошего блять нахуй так хлопать-то дебил блять да пошел ты блять эй пида сука конченые может у меня конечно уже какое-то смещение как в калейдоскопе реальности ну сука ты у ты вызываешь такси если у тебя сука в стаканчике закончились эти крышки и зачем чтобы ехать вот так и потом ловить туда капли бы языком чтобы они не развалились для вот он уже ну тут совсем чуть-чуть до родилась еще чуть-чуть да ладно братан чё ты там это все нормально тут потрешь там от отрежда на геморрой сдался и вообще он мне сдался этот геморрой деньги еще возвращать деньги верну блять приласкаю счет ласкаю совсем сейчас буду писать яндекс но это тоже не дело я бы и уверен что они не прав ну он не прав ладно этот подпес там сидит херст они не правы правы ну не вопрос идите нет проблем жалуйтесь качайте и вспотел на самом деле думал что сейчас начнется ну подтягивание с так скажем с разматыванием моего фейса я прям приготовился ведь даже отстегнулся вряд ли конечно день и город но бы все все могло быть хватает не рекомендую тем кто смотрит таксисты меня не рекомендую так делать особенно в темное время суток и какой-то тухлой местности потому что может прилететь все что угодно очень аккуратно с этим как говорится то я уже там на свой страх и плюс все-таки съемка ведется бля так не надо рисковать это сто процентов можно может прилететь не стоит это никаких бабок напишите реально вот прав я или не прав в этой ситуации или я чека как некоторые пишут и таксист еще я хотел хотел одну вещь сказать все этот ролик то выложу точно я хочу кое-что сказать еще тем кто пишет мне в к в инсту да пишет привет это действительно ты пишут мне привет это действительно ты вот друзья мои вот тем кто скажем в танке назовем их так в танке вы переходите по ссылке которая закреплена по ссылке господи до посылки которая в описании к ролику как вы думаете кто вставляет к моим роликом ссылки в описании зайцы бородатые поначалу я вставляю там не может быть фейков вот бы никак туда не может улезть какой-то мою ссылку удалить ставить себя и ждать когда к нему напишет какой-то дебил бы это действительно ты не отвлекайте пожалуйста вот этим говнищем потом вы начинаете там обижаться пришли голосовое пришли к жопу сиськи что там я не знаю пришли бы докажи еще что-то вы не в своем уме что ли минут заняться больше нечем чтобы кому-то что-то доказывать вообще ну вот это тоже накипело я уже паровозом после этого вам скажу потому что реально ну ну бесит прям мало того что пишут 50 сообщений в день привет и ждут две недели ждут ответа потом пишут типа ты а не здороваться друзья мои я не 15-летняя тёлка которая сидит в тиндере блять и ждет когда какой-то пишет ей привет вы если хотите что-то вы напишите привет там нравится твои ролики не нравится твои ролики или там хочу там ты а то-то хочу сюда чего ждать то две недели и вот эту тему ты настоящий тоже оставьте покое ладно настоящий ненастоящий я сразу буду вот просто удалять все это говно и даже никому ничего не доказано просто реально ну голову включайте хоть чутка если вы переходите по ссылке с у каковы без описания к ролику я все сказал что-то я сегодня излишне возбужденный пишите пишите только лучший таксопарк только такси хайп ждем именно тебя вот сапа телеграм в описании приходи подключим тебя за три секунды выводить будешь бабки когда захочешь ежедневно и ежечасно ежеминутно и у нас очень крутая служба поддержки жду пиши что-то